Музыка Скорость, дрифт, гоночные болиды. В минувшие выходные в центре Новосибирска состоялся праздник автоспорта Нисмоджи Драйв Шоу. Уровень адреналина в крови зашкаливает не только у гонщиков, но и у зрителей. Впервые у новосибирцев появилась возможность лицезреть уникальное автошоу с участием мировых звезд. На день площадь города превратилась в гоночную автотрассу. В показательных заездах принял участие пилот команды G-Drive Racing Роман Русинов. В этом году Роман и его напарники стали бронзовыми призерами самой известной гонки на выносливость в мире. Марафона 24 часа Лимана. Приятно приехать в такой большой город и все-таки третий город в России. Я очень рад, что мы приехали именно сюда. Я очень рад, что нас тепло встретили. Мы все-таки здесь для того, чтобы подарить эмоции, улыбки жителям города. Для того, чтобы все увидели, что такое автоспорт. Для того, чтобы увидели, что такое автомобиль, который буквально несколько месяцев назад финишировал третьим в Лиман 24. Но это первый пудем России за 90-летие. Это было такое важное событие. Машины такого уровня впервые выехали за пределы московской автодороги. В планах организаторов продемонстрировать шоу не только в городах Сибири, Новосибирске, Омске и Тюмени, а также прокатиться по Уралу, побывав в Екатеринбурге. Мы в этих городах, как вы знаете, хорошо представлены нашей розницей. Смогли убедиться, что мы не только бензин продаем и деньги зарабатываем, а еще можем подарить нашим клиентам вот такое шоу, чтобы они увидели красивые машины, отличных пилотов и замечательные трюки в исполнении этих пилотов. На встрече с журналистами губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отметил, что бюджетные средства города не были потрачены на мероприятия. Правительство Новосибирска предоставило организаторам лишь административную и имиджевую поддержку. Мы планируем сегодня развивать технический вид спорта. Мы сегодня сформатируем это и не только автомобиль, но и парашютный, и моделирование, и прочее, которые сегодня интересны и ребятам, и более взрослым поколениям. Особое внимание на праздники было отведено детским развлечениям. Маленьким зрителям в игровой форме объясняли правила поведения на дороге и выдавали символические водительские права. После этого дети смогли сесть за руль мини-автомобилей. Также все желающие смогли получить практические навыки вождения на картинге. Просто неописуемые впечатления, драйв, скорость. И теперь я влюбилась в этот вид спорта и, наверное, буду очень серьезно им заниматься. Поддерживали атмосферу экстрима и драйва зарубежные команды из Великобритании. Дрифт-шоу от гонщика Топ Гир Пола Свифта и захватывающие трюки известного каскадера Терри Гранта подарили положительные эмоции даже самым маленьким зрителям. Вот сама которая едет и которая с человеком, вот они мне обе понравились. Популяризация автоспорта, тех же правил дорожного движения. Людям надо где-то выплескивать свой адреналин. Я первый раз увидела вообще гонки в жизни, поэтому я в впечатлениях. Ну вообще я любитель автогонок, поэтому когда приезжает элита автоспорта, это очень интересно. Тем более человек бронзовый, брезер Лимана, это очень многое значит. Это гонки на выносливость. Ну и плюс ко всему элита каскадеров, это трюки, это захватывающе. Это очень интересно. Я бы хотел, чтобы мой ребенок занимался гонками. Продемонстрировал свое мастерство на трассе и Марк Шульжицкий на GT Air Nismo. Еще год назад Марк играл на компьютерных симуляторах у себя дома, сидя на диване. Благодаря программе Nissan и проекту GT Academy попал в автоспорт и теперь выступает на европейских чемпионатах. Я, конечно, получаю сейчас очень огромное удовольствие от конкуренции, потому что я понимаю, что еще недавно я был никто, а сейчас я в принципе езжу на одном уровне с топ-пилотами мира. Много занимаюсь и спортом, и физическим, и тренируюсь и морально. Это тяжелый спорт, нужно уметь себя держать в руках, быть всегда быстрее, чем ты можешь быть. Для тех, кто так же, как Марк, мечтал стать профессиональным гонщиком, в центре города проводился один из отборочных этапов. Того, кто лучше всех проехал в виртуальную трассу, пригласили в финал. Теперь появилась вероятность, что в будущем имя одного из новосибирцев прогремит на весь мир.